У Мары Хаяма я читаю, можно сказать, каждый день, в любое настроение, в любой день, и в горести, и в счастливое настроение, и в веселое. И он всегда кстати, можно сказать, потому что он философ непревзойденный, поэт, который в очень маленьком размере сумел передать огромное содержание. Содержание, которое в каждое мгновение жизни можно интерпретировать по-разному. Пояснять по-разному, комментировать по-всякому. По-разному, так как вот сейчас говорит твоя душа. Вот, кстати, одно из самых любимых моих рубои, это... ...смех, так... ...смех... Хайям, поэт, мудрейший человек, великий. Он создал наш календарь, благодаря, мы благодарим его за все. И вот у меня есть как раз книжка его, я могу сейчас вам показать. Вот она, книга Омара Хайяма. Я вот могу вам прощать одно стихотворение. Мы послушные куклы в руках у Творца. Это сказано мною, не разница, но по стене Всевышний на нинточках водит и пихает сундук, где где доходится. Он говорит, что такой картины, где мы не получаем, а естественно, что человек, где мы не получаем. Мы君-то не получаем. Мы благодарим его, что он все очень радует, как по-моему, и планирует. Это великий поэт, философ, математик, который внес большой вклад в поэзию, мировую науку. И, конечно, он не был пьяницей, как считают люди. Он воспевал вино познания, вино мудрости. И, конечно, этим вином всегда стоит услаждать свой разум, свое сердце. Конечно, и сейчас он один из самых известных поэтов мира. Он очень популярен на Востоке и на Западе, особенно на Западе, потому что его рубаи очень доступны для понимания. Они короткие, удобные, легко переводимые. Чтобы мудрость жизнь прожить, знать надо бы немало. Два важных правила запомни для начала. Лучше голодай тем, что попало есть. И лучше будь один тем, что вместе с кем попало. Сегодня день рождения великого человека, можно сказать, мыслителя всех времен. Искусство которого и вообще пиверок которого писала тогда свои еще прозы и рубаи, которые до сих пор являются актуальными. Я бы хотела сказать то, что это человек, который всегда поднимал актуальные вопросы. И благодаря его рубаи, постоянно, когда мне плохо становится, я их считаю. И они вдохновляют меня на какие-то новые подвиги, новые свершения. И благодаря этому я начинаю двигаться дальше. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok